Благослови вас Бог! Шалом, возлюбленные! Я продолжаю серию молитвы, которые касаются Бога. Сегодня мы будем говорить о молитвенной жизни Ильи и Соломона. Не пропустите эту важную программу. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Благослови вас Бог! Шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Шнайдер. Я рад приветствовать вас на программе «Узнавая еврейского Иисуса». Это середина серии под названием «Молитвы, которые касаются Бога». Мы рассмотрим молитвы Ильи, Елисея и Иовиса. Это три важные, сильные, харизматичные личности со страниц еврейской Библии. В Новом Завете сказано, что Илья был человек, как мы с вами, но он помолился о прекращении дождя, и тот прекратился. Иаков вдохновляет нас, говоря, что наша молитва может тронуть сердце Бога, как его тронула молитва Ильи. Я хочу, чтобы те, кто впервые смотрит эту серию, поняли, для чего мы изучаем эти особые молитвы. Молитвы патриархов еврейской Библии. Они помогают нам понять, какие молитвы получают отклик в сердце Бога. На прошлой неделе мы говорили о Соломоне и его молитве о мудрости. Это было угодно Богу. И также мы обсуждали молитву Моисея. Он просил показать ему славу Божию. Мы говорили о том, что даже здесь, на земле, пока мы воплоти, Бог желает открывать нам красоту Своей славы. Мы рассматривали Иакова, несовершенного человека. Но из-за его отчаянного желания получить благословение от Бога, Бог изменил его судьбу и благословил его. Когда мы молимся подобными молитвами, как те, что мы уже изучили, и как те, что еще рассмотрим, когда мы молимся с верой и от чистого сердца, такие молитвы сдвинут горы, найдут отклик в сердце Бога, и мы получим ответы на наши молитвы. Я помню, много лет назад, когда я начал пастырское служение, я был в очень традиционной церкви. Порой так бывает, что религиозное учреждение, которое имело мощное служение в прошлом, потом начинает делать все на автопилоте. То, что было очень эффективным много лет назад, уже не таково. Ведь это не свежее движение Духа. Если мы просто делаем то же самое год за годом и не ловим свежую волну Духа Божьего, но делаем все по накатанной, а не по вдохновению Духа, то наше служение по привычке не будет приносить больших плодов. Итак, я был в традиционной церкви. По обыкновению церковь собиралась в среду вечером на молитву. Я приходил на молитвенное собрание вместе с группой людей, и никоим образом я не принижаю значение вечерней церковной молитвы по средам. Молитвенное собрание — это всегда прекрасно. Но я заметил, что люди приходили на это молитвенное собрание неделю за неделей, и всегда просили об одном и том же. И, казалось, ответ на их молитву так и не приходил. Нужно было разобраться с серьезным духовным сопротивлением. Мы поговорим об этом в сегодняшней программе. Есть важные просьбы, но несут ли они в себе наибольшую важность? К примеру, нужда здоровья. Конечно, это важно. Но куда важнее молиться о проблемах Духа и Души, о том, чтобы познавать Бога и получить силу Духа Святого. Они каждую неделю приходили к Богу с этими просьбами. Они перечисляли людей, нуждающихся в телесном исцелении, или тех, кто отправлялся в поездку. Да, это тоже важно. Но все это повторялось неделя за неделей. Никто не молился о мудрости, о том, чтобы быть освященным, о том, чтобы Бог омыл грех, чтобы познать Бога на более глубоком уровне. Никто никогда не просил Бога показать свою славу и сверхъестественно проявить себя здесь и сейчас. Я считаю, что я находился в форме религии, лишенной силы. Так почему же я рассказал вам об этом? Возможно, ваша молитва подобна той, какую я сейчас описал. Вы молитесь из чувства долга. Это для вас просто религиозная традиция. Вы недвижимы Духом Божиим в вашем сердце. Вы не просите Бога о чем-то более важном со всем рвением. Говоря о чем-то важном, я имею в виду, к примеру, то, о чем мы говорили на прошлой неделе, о молитве Соломона. Он просил Господа, дай мне мудрости, чтобы вести твой народ. И Бог сказал Соломону, поскольку ты просил мудрости и сердца разумеющего, чтобы вести мой народ, я дам тебе мудрое и разумное сердце. Но поскольку ты просил меня о том, что так важно моему сердцу, я благословлю тебя, Соломон, так же и тем, что дарую тебе богатство и славу. Дело в том, что молитва Соломона нашла отклик в сердце Бога. Такая молитва коснулась Бога гораздо больше, чем если бы он просто молился о славе и богатстве. Некоторые молитвы более значимы для сердца Бога, чем другие. И послушайте меня. Многие люди на земле утверждают, что знают Бога. Но в действительности, если разобраться, они больше сфокусированы не на том, что трогает сердце Бога, но на том, что трогает сердца других людей. Даже когда люди молятся якобы во имя Бога, скажем, трое человек собраны вместе, чтобы молиться, но когда они молятся, они вообще не думают о Боге. Они думают о том, как бы им прозвучать духовно в глазах тех двоих, что стоят рядом с ними. Как бы помолиться так, чтобы все увидели, какой я весь духовный... Существует фальшивая религия и фальшивый молитвенный язык. Сегодня мы говорим не о поверхностной молитве, не о религиозных молитвах из чувства долга или по традиции. Но сегодня возлюбленные дети Божии. Мы говорим о молитвах, которые касаются сердца Бога, находят отклик в его сердце. Поэтому, изучая молитвенную жизнь важных библейских героев, выдающихся людей со страниц Священного Писания, рассматривая их молитвенную жизнь, мы понимаем, какие молитвы трогают сердце Бога. И сегодня я хотел бы, чтобы мы взглянули на Илью. Какая харизматичная личность из еврейской Библии. В книге Малахии мы читаем. Там находится мессианское пророчество о том, что перед приходом Мессии сначала придет Илья и возвестит его приход. И когда Иисус был на земле, к нему подошли скептики и сказали, «Ну, если ты Мессия, тогда где же Илья?» Потому что пророк сказал, что перед днем Господнем придет Илья и приготовит ему путь. Иисус, а знаете, что им ответил Иисус? «Иоанн Креститель и есть Илья». А в этом скрывается тайна Писания. Но Иоанн Креститель пришел на землю в силе и в духе, который был на Илье. Илья — это очень сильная, харизматичная личность на страницах еврейского Писания. Илья и Моисей явились Иисусу на горе Преображения, как две главные фигуры Ветхого Завета. Мы могли бы говорить о многих чудесах, сотворенных Ильей, и о том, как он удивительным образом продемонстрировал Божию славу. Но я хотел бы, чтобы мы открыли с вами Священное Писание и своими глазами все увидели. Посмотрим Третью Книгу Царств, 18 главу. Прочтем с 36 по 39 стих. Мы рассмотрим одну из самых известных молитв Ильи, и потом поговорим, как мы можем это применить в нашей жизни. А вот что говорит нам Слово Божие. Итак, давайте читать. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал, «Господи Божий Авраамов, Исааков и Израилев, допознают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Допознает весь народ сей, что Ты Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Если подумать о сути этой молитвы, Илья молился, чтобы Бог доказал, что Он есть, что Бог Израиля на самом деле истинный Бог. И также Илья молился о том, чтобы Бог подтвердил всем, что Он, Илья, Его слуга, и все делает по слову Господа. Равин Кёрт Шнайдер — это служитель Евангелия и пророк Божий. Он трудится для Бога и оказывает огромное влияние, где бы он ни был. Он благословил Африку и всех тех людей, которые получили свободу от оков сатаны. Я еще никогда не видел такой большой крусейд в Ромбо. Равин Кёрт учит о настоящей жизни с Богом. Не могу передать, насколько я Ему благодарен. Это очень особенные отношения от Бога. И они будут продолжаться, потому что мы планируем приглашать Его к нам снова и снова. Мы очень рады, что Он приехал к нам однажды и ждем Его снова. Вернемся к нашей программе. А как насчет вас, возлюбленные? Может, вы тоже окружены людьми, друзьями и членами семьи, сотрудниками и соседями, которые верят в фальшивую религию? Они не верят, что Царь Иисус, Господь Иисус Христос, есть Бог. Они не верят, что Иешуа Хамашиах, Иисус Мессия — наш Господь. Возможно, они вообще не верят в Бога. Или являются последователями движения «Новый век», или верят в другие религии. Возможно, они даже посмеиваются над вами, дразнят вас или отпускают циничные шуточки, говорят с вами снисходительно. Как раз против такого отношения и выступил Илья, противостав пророкам Ваала. Те верили, что Ваал был Богом. Они посмеивались над Ильей и Богом. И знаете, что сделал великий Илья? Он помолился Богу небес. Он молился Богу Авраама, Исаака и Иакова и сказал, «О Боже, докажи всем, кто ты, что ты Бог». Как вы знаете, Илья построил жертвенник, а также жертвенник построили и слуги Ваала. Они положили дрова на свой жертвенник и возвали к Ваалу, своему Богу, чтобы он сошел и поглотил их жертву. Многие из вас знают эту историю. Они взывали громче и громче, разрывали на себе одежды, резали себя, кричали и восклицали, но огонь с неба так и не сошел. Илья начал смеяться над ними. И где же ваш Бог? Он что, вас не слышит? Где же Ваал? Или, может, он уснул? И, наконец, Илья сказал, «Все, хватит». Он сказал, «О Боже, Авраама, Исаака и Иакова, Бог Всевышний и Живой, докажи всем сегодня, что ты Бог и что я твой слуга». И после молитвы с неба сошел огонь и поглотил жертву, спалил все дрова, и даже вся вода в Орве испарилась. Не осталось ничего, кроме дыма славы Божией. И тогда Илья приказал людям уничтожить служителей Ваала. Это было великолепное зрелище. Многие из нас были на Святой Земле, и многие даже ходили на ту гору, где это произошло. Это незабываемое воспоминание. Возможно, в вашей жизни вы противостоите группе людей, которые верят в ложного Бога. Или эти люди вообще не верят в Бога. Они смеются над Иисусом и над вами. Вы можете молиться Богу такой же молитвой, как молился Илья. Скажите «Бог яви нам себя». Разве не это сделал Илья? Послушайте, что он сказал далее. «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Иаковлев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему». Я верю, что Бог желает заступиться за своих детей. Я верю, что он желает заступиться за вас. Сейчас некоторые из вас имеют отношения, в которых каким-то образом дьявол одержал верх. Конечно, тот, кто в вас, больше того, кто в мире, и это является истиной абсолютно для каждого человека, спасенного Богом. Но я говорю об отношениях с болезненной динамикой. Это могут быть отношения с вашими детьми, со свекровью, с тещей. Конфликт мог произойти на работе или между братьями и сестрами. Возможно, вы начали говорить им об Иисусе, а они начали насмехаться над вами и скажать ваши слова. Возможно, их уровень интеллекта выше, чем ваш, и вы начали думать о себе, что ваши слова не сыграют роли. Может, вы напуганы и парализованы робостью. Вам кажется, что в этих отношениях вы едва ли что-то можете изменить. Но Иисус может проявить себя в вашей жизни и в ваших отношениях с этими людьми, как ваш Господь. Я уверяю вас, вы можете воззвать к Иисусу и попросить Его проявить себя, показать всем, что Он Бог. Пригласите Его проявить себя в этих отношениях. Пусть придет огонь с неба, пусть придет Его слава. Если возникла эта пропасть у вас в семье, или у вас с соседом, или с другом, возможно, с вашим сотрудником на работе, я призываю вас, возлюбленное Божие дитя, преклонить колени пред Богом и сделать то, что сделал Илья. Скажите, «Бог мой, я люблю тебя». Иисус, я люблю тебя. Я чувствую, что сейчас дьявол насмехается над твоим словом, твоей истиной, твоим спасением. Пусть сойдет с неба твой огонь. Я прошу тебя, Отец Бог, докажи, что ты Бог. Разве не это сделал Илья? Огонь славы Бога. Сошел, четко показав, что есть ложь и что есть истина. Он вступился за Илью, а слуг Ваала пристыдил. Я верю, что Бог желает сделать то же самое в ваших отношениях с людьми, которые смеются над вами. Я верю, что Бог желает показать разницу между вами и теми, кто бесчестит имя Божие. Бесчестит Господа Иисуса Христа. Иисус сказал, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Иисус говорил, что отношения с ним разделят матерей, сыновьями, отцов с дочерьми, отделят вас от ваших близких друзей. Мы должны более заботиться о том, чтобы стоять за Иисусом, чем о том, чтобы ладить с плотью и кровью. Для того, чтобы вам унаследовать все, что Иисус имеет для вас, и для того, чтобы Бог мог вам дать все то, что Он желает вам дать, примите решение, что вы будете стоять за Него до конца, даже если это негативно скажется на отношениях с кем-то из ваших близких. Я верю, что Бог желает излить огонь с неба, дабы явить себя в ваших отношениях. Верю, что Он желает отделить вас от неверных, с кем вы стали под одну ярмо. Они смеются над вашими отношениями с Господом Иисусом Христом, «Но я связываю сатану и его язык во имя Господа Иисуса Христа. Я приказываю ему закрыть рот. Ты бессилен перед этими людьми Божьими. Я хочу вдохновить вас, возлюбленные, ведь Господь сказал «Испытай меня в этом». Я призываю вас встать на колени перед Господом. Я сейчас тоже преклоню колени. Я буду просить Бога, чтобы слава Божия сошла на вашу жизнь». Так же, как это случилось в жизни Ильи, когда на гору кормил, сошел огонь с неба и поглотил всех слуг Ваала. Отец, я прошу тебя, яви себя, докажи всем, что ты Бог. Покажи себя здесь, на земле, в сфере влияния твоего народа. Отец, когда я думаю об Иисусе на земле, Он всегда все держал под контролем, даже восходя на крест. Он смог запретить бури. Он закрывал рты фарисеям и саддукеям. Отец Бог, ты подтверждал его слова чудесами и знаками. Отец, когда я думаю о ранней церкви, я вспоминаю, как ты явил себя, когда Анания и Сапфира солгали Духу Святому. Я прошу тебя являть себя в жизни твоих детей, чтобы они жили как светильники в этом мире, дабы даже их враги были вынуждены признать, что слава Божия пребывает в их жизни. И если вы находитесь в такой ситуации, что люди не принимают ваших слов, и, возможно, это происходит не из-за того, что с вами нет славы Божией, а потому что вы поступаете глупо. Если мы не ходим мудрости, людям будет сложно принять наше свидетельство, воспринять то, что мы говорим. Я предлагаю вам покаяться в том, что вы ходили в глупости, упрямстве и гордыне. Ваша глупость и упрямство послужили причиной того, что люди не воспринимают вашего слова. Покайте сейчас перед Отцом, ведь Бог благ, Он любит вас, Он верен и праведен, Он вас простит и очистит от всякой неправды. Древнее прошло, теперь все новое. Вы новое творение во Христе Иисусе. Возлюбленные, давайте сейчас помолимся. Если на вашем пути стояла глупость и мешала славе Божией проявиться в ваших отношениях, чтобы Бог явил Себя в сферах вашего влияния, помолимся о Божьем прощении. Отец, мы хотим поблагодарить Тебя, что через кровь Иисуса и Дух Святой Ты омыл нас от всякой неправды. И мы благодарим Тебя, Отец, что благодаря обновляющей работе Духа Святого в нашей жизни мы изменились и преобразились в образ Сына Твоего от силы в силу, от славы в славу и благодать на благодать. Отец, и сейчас я провозглашаю над Твоим народом умножение и благословение. Я провозглашаю, что они будут ходить в мудрости, что с этого момента они будут ходить по жизни особым образом, и люди вокруг них заметят, что на их жизни пребывает сверхъестественная мудрость. Отец, Бог, я провозглашаю, что Твой народ будет светильником в этом мире. Потому что, Иисус, Ты сказал, что Твоя цель, чтобы Твой народ был светом на горе, и чтобы весь мир видел в них Твою славу, славу Бога Небес. Пусть люди видят славу Твою на их жизни. Отец, Бог, мы хотим поблагодарить Тебя сегодня, что на нашей жизни будет Твоя слава, как она была на жизни Ильи. Благодарю Тебя, Господи, что Дух Святой наш удел, и что мы можем жить в победе в этом мире, являя славу Твою и Твое превосходство всем окружающим нас людям, даже тем, кому мы не нравимся, кто нас отвергает. Они не смогут отрицать тот факт, что на нас Твоя слава, так же, как слуги Ваала не смогли отрицать то, что сошла Твоя слава. Отец, я провозглашаю, что на Твоей церкви слава Твоя. Твое имя будет превозноситься и возвеличиваться всю нашу жизнь. И так же я прошу Тебя о тех Твоих детях, кто страдает от бремени отношений, которые на них возложил не Ты, Господь. Такие отношения не прославляют Тебя и приносят в жизнь Твоих детей поражение. Я провозглашаю, что Твои дети победители по жизни. Они воскресли и посажены с Тобою на небесах. С этого момента они будут ходить с Тобой в сверхъестественной славе. Они еще никогда не ходили в столь высоком измерении Твоей славы. Своим хождением они будут доказывать, что Ты – Бог, так же, как это делал Илья Духом Твоим. Во имя Иисуса и ради славы Иисуса. Да благословит вас Бог, возлюбленное. Я никогда не думал, что стану пастором и еврейским раввином. Мое служение просто стало последствием моего хождения с Богом. И когда я все-таки решил получить богословское образование, мое главное желание было больше познать Бога. И тогда Бог начал поднимать меня. Так началось мое служение. Оно стало результатом моего личного хождения с Богом. Теперь, когда Бог призывал меня проповедовать Евангелие по всему миру, через телевидение, Крусейды, мне особенно нужна Ваша помощь. Я не смогу это делать без вас, возлюбленные. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы сеете в это служение и становитесь партнером, вы получите награду за души, которые были спасены и изменены через это служение. Если Дух Святой побуждает вас, я призываю вас сразу Его послушаться. Вы получите благословение, когда придет Иисус. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Яхве допримет всю славу за то, что он совершал в нашем городе во время недавнего Крусейда Равина Шнайдера. Многие люди приняли и Иисуса, включая и людей со СПИДом. Многие были исцелены. Пастор из города Нарок, Кения, Африка. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Возлюбленные, в конце программы я хочу благословить вас. В книге числа 6 главе Господь сказал Аарону и Моисею произносить следующие слова над народом. И Господь сказал, когда эти слова будут произнесены над народом, на них будет наречено имя Божие. И я благословлю их. Поэтому я вдохновляю вас поднять руки и принять Божие благословение. Аарону и Моисею и Моисею и Моисею и Моисею и Моисее и Моисею и Моисею и Моисею и Моисе Купит вас его дитя. Купит вас его дитя. Проповедующих мир и благую весть. Но как они могут это делать, если не будут посланы? Я приглашаю вас стать моим партнером и выслать финансы на достижение новых душ для Господа. Заранее благодарю вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом, возлюбленные. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».